Ну вот, хотел бы вам представить несколько колясочек. Это Кюшал, первая коляска у нас будет. Кюшал КСЛ, размер сидения 40, 40х36-37 глубина. Коляска очень легкая, жесткая рама. По дополнительным опциям у нее колеса передние Фроглекс, титановая подножка, карбоновая ось, спинка интегрированная Rojo Agility, поролоновая с воздушной прослойкой, подкачиваем, как мы ее хотим. Колеса задние, High Performance, износостойкий. По колесам есть много вариантов. Есть и спиннерджи колеса, есть и простые можно поставить. Коляска очень легкая, это самая жесткая коляска из Кюшал. Рама полностью сварная, то есть с ней никогда ничего не будет. Нету никаких лишних креплений, чтобы что-то разбалтывалось, сломалось. Долговечная, прочная коляска, неубиваемая. Единственное, что сложность в транспортировке, она не складывается. Вторая коляска, это выставочный вариант, он приехал прямо с выставок. При транспортировке у нас есть код с кинорами, и прямо серьезно ее травмировали, колясочкой. Она будет с определенной скидкой. На коляску это никак не влияет, то есть ничего не нарушено, ни геометрия, ничего. Но у нее, конечно, она внешний вид портит. Коляска размером 44, ширина на 45, карбоновые боковинки. Задние колеса износостойкие. Регулируется баланс по высоте, сдвигаем сидение вперед-назад. Это К-серия, она регулируется полностью, коляска. Для хорошего пользователя, который сможет ее отрегулировать под себя полностью, это отличный вариант. Тормоза актив облегченные, они называются, из допов. Также на любую коляску можно установить ручки, антиопрокидыватели, все это есть в наличии. Карбоновую защиту от грязи, пыли и все такое. Пойдем к третьему варианту. Это тоже коляска Кюшал К-серия. Что интересно, здесь мы поставили на нее колеса не пробивайки, просто посмотреть, как оно выглядит. Колесо актив, простое Кюшаловское колесо с непробиваемыми шинами, которые будут ездить очень-очень долго. Но они, в отличие от китайских шин, очень мягенькие, продавливаются рукой, то есть абсорбируют, амортизируют коляска, несмотря на то, что у нее не накачиваемые колеса. Передние колеса на этой коляске – фроглекс, износостойкие. Задние колеса актив, как мы уже повторяли, тормоза актив облегченные. А, угол рамы, как на белой и на всех предыдущей коляске – 90 градусов. То есть передняя подножка убрана под коляску для более компактного размера. На этой красной у нас есть карбоновые щитки защиты от грязи и пыли. Ну и, в принципе, все. Пойдем к нашей звездочке хорошей. Ну, это надо все, да, да, это все есть на замену, новая. Это выставочные коляски, вот эти вот коляски, на все они были в шоурумах, на них пробовали ездить люди, пересаживались, потому что в Европе предоставляется это как опция. Ты приходишь в салон, ты можешь пересесть на коляску, ты можешь взять ее, попробовать загрузить в автомобиль, ты можешь попробовать на ней прокатиться по разной местности, попробовать заехать в двери на какие-то пандусчики и все такое. Вот эта коляска ни разу не езжена, она один раз выставлялась на выставке во Франкфурте. Это K-серия, в принципе, заряженная коляска. Так, что по ней можно сказать? Рама 90 градусов, черный свет, черный металлик – это платный цвет, колеса задние спиннерджи, пюшаловский передний фроглекс, рама 90 градусов, ремень для крепления бедер, пониженная ручка спины, спинка матрикс карбоновая, карбоновые боковинки для защиты грязи и пыли, карбоновая ось. Ну, коляска одна из прям заряженных-заряженных. По весам. КСЛ весит 5,5-6 килограмм без колес, К-серия весит 7 килограмм. Ну вот, размер этой коляски 40 на 41, насколько я помню. Вот эти ремни, когда ты активный пользователь, они просто крепят твои бедра в положении в одном, и ты более влито сидишь в коляске. Очень много людей пользуются колясками настолько активно, что они постоянно там падают с ними вместе. И чтобы ты не вываливался с коляски, не выпадал, вот этот вот ремень тебя оставляет в коляске. На самом деле, у Кюшал, это инвакар, это один дом, я видел, как они испытывают коляски. Вот эти все коляски, они по стандартам каким-то безопасности. Они рассчитаны, что если ты находишься в коляске и упадешь, ты получишь минимальные травмы, минимальная травмоопасность. И поэтому они советуют, конечно, использовать вот эти вот ремни. Есть ремни нагрудные, есть ремни для бедер. Вот так. Конечно, коляска еще не распакована полностью. У нее хороший ремень с креплениями для ног в задней части. Титановые обода стоят на этой коляске, которым сто лет будут ездить, и ничего с ними не будет. Ну, как-то так. Ну, и по всем коляскам ручки, тормоза, спинки. Все есть, можно поменять, заменить, поставить другое. Вот спиннера, это одни из тех доп. опций, которые мы можем поставить на коляске. Это, например, вот эти, мы их забирали с выставки. Они не новые, но и не пользованные. Да, там есть по ободам. Обода на них установлены, например, для шейников широкие. Вот, по ободам есть коцки. Ну, также есть и новые, просто чтобы было дешевле. В принципе, этим колесам, если они были на выставке, и купить новые, разница будет процентов 20-30, а в качестве, ну, ничего не меняется. То есть, эти колеса будут 10 лет ездить, и ничего с ними не будут. Ну, как бы все, наверное. Еще привезем, покажем и другие модели. Есть и компакты кюшаловские, тоже штуки 3-4. Есть и КСЛ, другой, других модификаций. Со временем все покажем. Ну вот, друзья, надеюсь, вам понравился наш совместный обзор с моим другом. Так что, теперь, наверное, мы будем появляться чаще. Такие коляски, если вдруг, кого-то вдруг заинтересовало, обращайтесь в личку, я вас направлю к человеку, который вам поможет сделать правильный выбор. Ну, все, друзья, спасибо большое за внимание и подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!